О сельскохозяйственной обеспеченности региона. Не так сложно вырастить культуру, как сохранить ее здоровой. Краевой день поля прошел в селе Восточном. Традиционно в августе аграрии и селекционеры встречаются на экспериментальных полях дальневосточного неисельского хозяйства. Там специалисты рассказывают о последних достижениях института и обмениваются опытом с коллегами. Одна из самых важных тем – болезни, которые губят урожай. Анастасия Незнанова расскажет вам все подробности. Вот она, соя. Видите? Так как сейчас тепло и выпало очень много осадков, сорняки просто закроют сою. Соя неконкурентоспособна с сорняками. Она очень быстрая, но теряет и урожай, и все. Не будет налива зерна. На этом участке экспериментального поля сою не видно за сорняками. Ее не обрабатывали необходимыми пестицидами. А чуть левее культура выглядит опрятно. Это сорг 2022 года, называется Хабаровский юбиляр. Его урожайность колоссальна – более пяти тонн с гектара. Юбиляр прошел все проверки, и его можно использовать для выращивания корма для животных. Чтобы защитить сою от вредителей, ее тщательно обрабатывали фосфоритной мукой. Поэтому мы и проводим день поля для того, чтобы продемонстрировать. Без защитных мероприятий получить урожайность невозможно. В большинстве хозяйств самостоятельно производить семена не могут. Их закупают в Дальневосточном НИИ. Посмотреть на достижения аграриев и узнать что-то новое приезжают заинтересованные из разных районов. Леонид Петухов – главный агроном одного из крупнейших сельхозпредприятий региона. Выращенную там сою поставляют в другие регионы России. Несмотря на 40-летний профессиональный опыт, Леонид признается – всегда есть чему поучиться. Это очень полезное событие, потому что нужно совершенствовать себя, нужно изучать передовые технологии. Потому что все совершенствуется и сорта, и технологии, и средства химической защиты. Мы в итоге работаем с производителями, чтобы минимум был затрат, максимум была урожайность. Как признаются селекционеры, культуру не так сложно вырастить, как сохранить здоровой. Препараты от болезни на краевом дне поля демонстрируются ежегодно. Всероссийский день поля во многих городах страны отмечается очень масштабно. В этот день проходят ярмарки, выставки сельхозтехники, презентуются новейшие агротехнологии. В Хабаровском крае масштаб несколько меньше, но при этом для сельхозпроизводителей этот день является одним из ключевых профессиональных праздников. По словам специалистов научно-исследовательского института, этот год удачный для сельского хозяйства. В июле осадков выпало меньше нормы, их недостаток восполнили первые дни августа. Сейчас сельхозпредприятия приступили к уборке зерновых культур, заготавливают корма. Минсельхоз работает над тем, чтобы увеличить пассивные площади. В текущем году совместными усилиями всех хозяйствующих субъектов нам удалось увеличить пассивные площади почти на 4000 гектар. И увеличили пассивные площади как под картофелем, так и под овощами. Агрономы и семеноводы в полях обменялись знаниями. Новые достижения науки они будут использовать в следующем сельскохозяйственном сезоне. Анастасия Незнанова, Андрей Терехин. Смотри Хабаровск.